Здарова народ, давно я тут не был, приехал в Москву парить подписчиков и заехали в баню, в баню Ильгиска, может быть кто-нибудь помнит ее, вот я сейчас буквально со входа, смотрите, захожу, и вот смотрите, погнали, нас хозяин бани встречает, точнее не встречает, мы вместе с ним сюда и приехали, встречает, встречает. Почему я у себя сделал баню по черному, да потому что вот здесь вот тоже баня по черному, и я здесь парился в этой бане, и вот она еще одна банька, Виктор построил это, это Виктор кстати, Виктор это построил все, я даже не скажу, что для коммерции, он это больше построил для ремесла банного, для ремесла, для своего же банного, у него есть чем заниматься, он занимается кранами, а здесь он парит, причем сам же и парит, классно, смотрите как все сделано, да, часть крыши не поливалась и засохла, форсунка сломалась, качелька, беседка, смотрите, ты где такие бревна взял? Весу, дубовые. Красотища. Посмотри какой лежак. Красотища. Все такие кривые, косые. Вот у меня не хватает фантазии вот что-то такое изобразить. Прям вот вообще не хватает фантазии что-то такое изобразить, а здесь лежак для двух человек, а зачем ты его разделил, мне просто интересно. А, это бабочка, вот сейчас понял, сначала не понял, сейчас понял. Один гусь, второй семейная пара. А крышу, я смотрю, ты из дранки из какой-то сделал, да? Да, это Сергей. Я тоже из дранки, из осиновой сделал, это что за дранка? То же самое, самоколотая осиновая. У меня на бане по-черному... Пришлось что-то сделать, над баней сделать ковырек, чтобы воду композицирую все заиграло. Как банька по-черному-то поживает? Ой, прекрасно. Давай заглянем в нее. Я не знаю, помните, не помните? О, лежаки, смотрите, Red Miss. Помните эту баньку по-черному? Это баня по-черному, предшественник бани по-черному, которая меня заразила баней по-черному. Поясню. Был баня-фест... Включи там свет, включается, нет? Был баня-фест, и на этот баня-фест, любимая баня, привезли баню на колесах по-черному. И там стоял такой же авангард, переделанный в печку по-черному. Эта печка авангард, технолитовская стоит. О, подсветочку, смотрите, как включили красиво. Виктор сделал себе так же, с авангардом. Топится отсюда из парного помещения, и здесь все камнем заложено. Готово, к затопочке. Суббота будет баня. Слушай, вот я после того, как... Пошли на улицу, там посветлее. Слушай, я после того, как сделал себе баню по-черному, мне кажется, что у тебя капец какая маленькая закладка. Так я не... Вот еще раз, она прогорает, еще раз... Не, закладка камня. Хватает на шесть человек. На шесть человек попарить? Да. А у тебя там чугун заложен, нет? Заложен. А, и чугун заложен. Чугун, нефрит, там все полный комплект. Кто не видел вот эту баньку, давайте по ней тоже быстренько пробежимся. Она названа в честь легендарного банщика Ильгиза Латфулина. Баня Ильгизка. А скажи людям, где мы находимся, а то я не местный. Московская область, Тучково. Московская область, Тучково? Это Минское шоссе, 60 километров от Москвы. Вот кто хочет приехать, приезжайте, попартись. А ты не пускаешь на нас еще, да? Сюда? Да. Ну почему не пускаешь? Пускаешь. Ты че, ты дверь перед нами? Легкий такой этот самый. Ну так банный разврат, нормально. А здесь комната отдыха. Вот она небольшая такая. Здесь посидеть, полежать вот там вон наверху. Там наверху комнаты сенные сделаны, палати. Там прям вообще классно после баньки отдохнуть, полежать можно. А здесь, ну такая своеобразная небольшая кухонка сделана. Отсюда. Всегда можем попарить. О, смотрите какой красавец. Я разуюсь. Я не могу в бане в обуви ходить. И обратите внимание, выход из мойки на улицу. Вот выход из мойки на улицу очень важен. Исходя из этого еще, вот когда я даже свою баню крылья проектировал, когда на Алтае делаю, вот я тоже вспоминал вот этот вот выход из мойки на улицу, чтобы вот туда не уходить, в комнату отдыха. А вот здесь сразу же вышел и пошел и на... И в горячую воду, и в холодную воду. Здесь вода, кстати, вот так вот туда вниз по склону. И утекает замечательно, березки поливает. А там у тебя что? Веники хранятся. Винарник. О, прикольно. Надо будет заглянуть туда. Ну, видишь, ступеньки какие делаются. А, это из чего? Дуб. Где вы столько дуба берете? В лесу. Почему у нас столько дуба нету? Так, поехали дальше. А дальше у нас... Ну, здесь, вот здесь, кстати, стекла с подогревом, да? Да. Насколько я помню. С подогревом. С подогревом и зеркальные. Ну, что, за время эксплуатации какие-то сложности выявились, нет? Нет, все прекрасно. Вот эти вот соединения где-нибудь, что-нибудь не подтекает, не трескается? Ничего не трескается. Потому что я так понимаю, что здесь и сидят, ведь, да? Ну, да нет, особо не сидят. Что здесь сидеть-то? Сидят на шезлонгах, на сидячих листах. Парелочка наша. Я помню, видео снимал и показывал вот этот живой полог. О, смотрите, как прикольно форточку он открыл. Видели, да? Форточка далеко, до нее дотянуться тяжело. А здесь сделали... О, прям в руку ложится. Хобоце. И вниз. Вот туда положил. Опа, прикольно, да? Вот так вот раз. И положил, и она не мешается. Вообще обалденно. Оп, и опять положил. Здесь полог на... Пневмоподушках. На пневмоподушках. Еще раз показываем. Он поднимается, опускается. Смотрите. Легким движением руки. 8 тонн поднимаем вверх. Уже за подъемность. Видите, по направляющему там он идет. Вот там вот две направляющие. И теперь можно сделать... С этой стороны две направляющие. Здесь можно сделать теперь на... Можно чуть пониже его сделать, чтобы он опустился. То есть уже не просто вверх-вниз, а уже более регулированный. А раньше у тебя был просто вверх-вниз? Да, больше вниз, потому что направляющих не было. Он как бы гулял. А сейчас вот, видишь, немножко пропустился. Вот уже зафиксировал его. На ту высоту, на какую надо. Да, и он... Где они у тебя? Вот они, пневмоподушки стоят. Четыре штуки у тебя их получается, да? Да, четыре штучки. Две с одной стороны, две с другой. А нагнетается воздух откуда? Компрессор в подвале стоит. В подвале? В подвале? Чтобы здесь не шумело. Ну, ты же снизу, вот сейчас он работает, слышишь? Ага. Все, выключился. Понял. Заведена вода в парное помещение. Задняя стенка тальком сделана. Я вот у себя так же на Алтае делаю. Дымоход в Вермилоджик стоит. Однозначно. Серега, одеяло классный. Как тебе дымоход? Обалденный. Ты его вообще... Вот сколько у тебя бани лет? В 21-м году запустились. В 21-м году, вот считай, три года. Ты хоть раз чистил дымоход? Не чистили, ничего. То есть и тяга, она великолепная. То есть вообще никаких проблем, ничего. То есть дымоходом, печкой очень доволен. А вообще заглядывал в него, обслуживал, нет? Вообще не знаешь даже, что там происходит. Да, не знаю. Печка стоит, гром 30-й. И я помню, что вот для этого парного помещения, этого грома 30-го, Виктор сам мне говорил, было много. И он изначально, знаете, что сделал? Он изначально взял силикат кальция и заложил между облицовкой и чугуном. С внутренней стороны, чтобы вот эта вот облицовка так сильно не нагревалась. Да, и не перегревало руку. И не перегревало парное помещение. Но заряд был большой. Но вчера ты мне в машине сказал, что ты убрал этот момент. Да, вот простоял, потом он начал пылить. И как бы сейчас нашел другой вариант. Но вот как попробую, всегда уже скажу, работает он или не работает. А я тебе скажу, что надо сделать. Температура была, вот сейчас 180 где-то градусов, когда у тебя без отбойника. Когда тепло отбивал, было 60-70 градусов облицовка температура. Ну, у тебя сейчас перегрев есть или нет? Не, перегрева нет, она нормальная. Мне хватает, как бы, подиграешь ее водой. Ты научился ей пользоваться просто. Но ты просто под себя уже понял. А по большому счету, у тебя, чтобы здесь не было перегрева, здесь перегрев даже идет не от стенок, здесь перегрев от конвекции идет. Нету здесь конвекции. А в трубе у тебя там не оставлено отверстие? Все равно же есть небольшое. Ну, не такое, нету тут конвекции, то есть, руку не сносит, ты спокойно руку держишь, она как бы, нету конвекции, нету сильной. А то я бы вот снизу вот эти вот отверстия закрыл. У меня и так отверстия немножечко пониже, сделаны как бы, сама печь стоит чуть ниже. На 10 миллиметров, получается, ниже печь стоит, чем... И снизу я закрываю конвекционный канал. Слушай, а если ее вообще поставить вот без этих ножек просто на... Не знаю. На постамент? Чтобы снизу не затягивало воздух. Тогда нужно будет подпиливать, здесь у тебя отверстие, здесь у тебя... А, ну шибер, да, шибер надо будет подпиливать, по-любому. Все уже тебе будет... Да хватает, все нормально, это ерунда. Ну, ты уже научился. Слушай, а потолки кедр... Кедр. Не плачет нигде, да? Нет, ну, у тебя же нету здесь 100 градусов. Ага, а на стенах это что? Сосна. И нигде нету смолы? Да нету нигде смолы. Ребят, вот показатель, есть перитоп или нету перитопа. Тем более, вот бревно вообще ничем не обработанное. Смотрите, нигде вообще смола не вышла. Стены сосновые. Лопнули. Это нормально. Ну, лопнули, конечно, вот здесь вот вообще знатно. Ну и что? Прям хорошо лопнули. Ну, это дерево, оно по-любому лопаться будет. Зато... Но, смотрите, вообще нету нигде смолы. Вообще, ни на потолке, ни на стенах. В ванне по-черному есть. Вообще нигде абсолютно. Ну, на потолке, понятно, кедр, а стены-то сосна. Вообще нигде никакой. А у тебя сучки, сучки тоже здесь они смолы. Ну, они тоже могут смолы, да. Вон камушки, смотри, какие хорошие. Ну, ты нефрит заложил. Да, потом колтованный. Да, у Сергея Бугаенко взял такого хорошего. Мелкий нефрит очень удобно, что он шипит как раз все. Здесь же каменка с шипами снизу идет. Крупный камень, он ложится неплотно, не облегает. Передача температуры не очень идет. А вот заложил, когда мелкий, чтобы он был, он вообще сказка. Слушай, я не помню, вот это вот панно из можжевельника было, да? А запаха уже нету? Есть, водой поливаешь и есть все. Как только водой полил, сразу же запах начинается. Прикольно. Я поливаю. Так, а у тебя топится тоже с улицы. С улицы, да. А ты вот сам... Здесь в улице, там у меня как бы сделано топочное. Ты сам и паришь, и топишь по большому счету. Ну, а что тут топить? Два часа я его топил. Нормально? Удобно? Да удобно, потом пока гостя вывел, все. Полежка два подбросил, вообще не проблема. Ну, у тебя заряд здесь большой, у грома 30-го тебе достаточно двух человек вообще легко попарить. Даже если просел, ты подкинул, шибер открыл, чтобы у тебя тяга была. Потому что у меня топится, шибер прикрываешь процентов на 15, наверное, чтобы у тебя огонь весь был, топку не в трубу шел, а чтобы каменку облизывал. И тогда... Ты шибером научился пользоваться? Конечно, конечно. Нижний я не трогаю, а верхний вот здесь на трубе, где вот его прикрываю. Получается... А он у тебя тоже оттуда регулируется? Да, все оттуда. Ну, зачем здесь оно нужно? На грязь ничего. Во-первых, сколько кислорода, если у тебя топка, здесь у тебя сколько кислорода потребляет, а зачем? А у тебя приход воздуха где идет? Вот. Ручка. Посмотри. Да-да, я помню, у тебя где-то там за стенкой было. А, вот он. Он приходит практически в верхней части печи и упирается сразу же. Не перегревается ничего. Ага. Ну, лучше. А вытягивается вот там вот в противоположной стороне? Да, тут из-под полка под бревном как раз труба заканчивается. Трапы у тебя мощные, это же уличные? Ну, это от бассейна. А, от бассейна ты сюда поставил? Да, да. 10 сантиметров вниз, 10 ширина, то есть залповые шлифы. Слушай, а я на Алтае... Вот это воды выливаешь, через полминуты у нас суха нет вообще ночи. Слушай, а я у себя на Алтае не придумал, как вот в этом моем пироге на сваях сделать большие трапы. У меня же тоже на сваях. А у тебя толщина... Ну, сейчас пойдем, я тебе покажу. Толщина какая? 16. А как они не перемерзают? А что они, у тебя аж низ соколь закрытый. А куда он у тебя перемерзает? Здесь тепло. Ты воду налил, она слилась, у тебя же вода-то не стоит здесь. Ну, он у тебя получается снизу не утепленный? Я сейчас покажу. О, отверстия, смотрите, в полке как сделали. Опа. Чтобы удобно лежать было, лизать чуть не сказал. Ну да, в принципе, туда лед положил, лизать можно. Лед, я не лед, а кладу туда пихточку. Кто вырезал? Пихточку. Бугаенко, Сергей, любимая баня уютная. Аккуратненько вырезал, а? Да, не, по дереву он вообще, у него все классно делается. А так этот кусок он не отсюда? Не отсюда. Это не то, что его вырезали и потом сюда обратно вставили. Этот кусок не отсюда. Здесь сначала вырезали это все, отшлифовали, потом сделали такой же по размеру и сюда вставили. Потому что если бы был такой же, он бы глуже туда проваливался. Да и невозможно вырезать вот так вот аккуратно с первого раза. Винарник. Я такого слова не знал, почему винарник. Веники хранятся. Не сарайник, а винарник. Не вено, к сожалению, а веники. Здесь травки встречают. Заходим. У меня тоже, кстати, винарник будет. Лежит пихточка. Дубок. Наверху березкой все заполнено. И травки лежат. А там погреб. Да, вот я хочу пихту попробовать там хранить. В погребе? Угу. Но лишь бы она не запревала от холода и влажности. Посмотрим, попробовать можно. Вот такой вот винарничек. Где веники берешь? Березу в Брямске у Андрея Нечаев. Березка вот такая красавица. Ой, ручки смотрите, какие аккуратные вообще. Обалденные. В Брямске Андрея Нечаев, потом Володе телефон дам. Ссылка будет вверху. Как вы в блоге говорите? Или внизу? Можжевельничек растет. Здесь еще можжевельничек растет. Так, а снизу ты хотел что показать? А, это как канализацию защитную. Снизу у тебя все ЦСП зашито, да? Грильдовское ведро показывать. Грильдовское ведро? Нет, грильдовское ведро, ладно, показывать не будем. Но вот так вот издалека покажем, что грильдовское ведро уже на улице лежит. А внутри в бане стоит Редмис уже. Вот смотри. А, это плоский шифер? Ну, это плоский шифер, да. Здесь, во-первых, у тебя тепло. А, и ты утеплил пеноплексом здесь еще. Конечно, да, с десяточкой. У меня, видишь, как сделана плита? На вот этот профиль. И плюс там, у тебя как раз получается, хватает... У тебя здесь металлокаркас полностью. Да, да, да. И здесь бетон уже залитый. Чтобы не было... Ну, сейчас. Дальше подойду. Подцветить. Нарик не взял. Там сделана улитка из прямо... То есть, не видишь? Из сотой... Ну, здесь темно. Из-под пола мы выбрались. Вон у него, видите, там коаксиальный котел стоит газовый. Ну, хорошо, когда газ есть. А вот здесь вот я еще не был, но здесь уже, в принципе, не банная тема, но... Да, я не знаю, почему не банная. Ну, не баня ведь. Цветы кверх ногами растут. Да. И покушательная... Ну, да, завтракательная. Покушательная, завтракательная. Кто стулья делал? Суфа. Суфы? И стулья, и стол. Заказывал, да? Ну, покупал там. Я уже видел, готовый. Говорю, хочу такой вот. Есть еще один, бежусь, давай. Сколько стоит? Ну, это было еще одна ночь, когда это было... У меня еще баня не было построено, я уже купил его. Ага. Ну, по временам было 120 тысяч. Вот это все? Да. Ага. Ну и... А там уже. Вид. Вид. Давно я гитару лучше не играл. Наверное, пальцы, наверное, уже разучились. Верхние струны немножко. Подъездная молодость с гитарой на лесенках. Вон, смотрите, какой вид вниз. Теревуха. Под окном. Когда цветет, тут ароматище вообще. Так, все, поехали в баню. А то у меня на 10 утра уже первый гость. Как бы он вперед меня не приехал. Правда, он первый гость. Но вдруг он из машины быстрее меня выйдет, и я в баню опоздаю. Территорию обалденно сделал. Прямо я представляю, сколько здесь сил вложено. Костровое место посидеть, отдохнуть. Здесь вот эти вот все бетонные, как они называются-то? Подпорные стены. Подпорные стены. Вот их. Много-много-много везде подпорных стен. Высадка вот этих вот всех растений. Ох, мне это еще только на Алтае все предстоит. Поставь на паузу, пойдем. Куда пойдем? Пойдем сейчас. Он мне что-то показать хочет. Ладно, давайте, это уже будет без камеры. Палец вверх, а я сейчас здесь пройдусь и поеду парить. Кстати, если это видео выйдет сегодня, в четверг, то завтра вы еще успеете попасть на парение в Москве. Приходите на парение, попарим. Там есть еще несколько мест.